С учетом двух вновь выявленных заболевших, лечение от коронавирусной инфекции на данный момент получают 4 человека. Состояние двух жительниц, поступивших ранее, характеризуется как удовлетворительное. При этом одна идет на поправку. Об этом было рассказано на брифинге региональной службы коммуникации. Обе заболевшие жительницы нашей области сообщили о плохом самочувствии сразу же. Поэтому меры к их госпитализации были приняты незамедлительно. Контактные лица на протяжении всего инкубационного периода наблюдались специалистами. У всех отрицательный результат на коронавирусную инфекцию. Два выявленных на границе заболевших не являются жителями нашей области. Однако, согласно протоколу, должны быть изолированы там, где заболевание зафиксировано. На сегодняшний день на инфекционных койках получают лечение 4 пациента с КВИ. Состояние стабильное, одна из них с улучшением. На карантинах и провизорных койках находится 97 лиц. На обзвоне прибывших лиц сейчас находится 3608 граждан. Ежедневно медицинскими работниками проводится обзвон для уточнения состояния здоровья. Алгоритм лечения заболевания называют симптоматическим. В случае двух пациенток оно хорошо себя показало и дает положительные результаты. У одной из пациенток уже отмечается значительное улучшение. Она готовится к выписке. Два контрольных анализа на коронавирус показали отрицательными. Теперь, после решения коллегиальной комиссии, мы ее выпишем. Но, правда, она будет продолжить лечение на домашнем карантине. Еще раз хочется предупредить наши уважаемые жители максимально соблюдать меры предосторожности, соблюдать меры личной гигиены, избегать лишний раз выходить из дома без особой надобности. Усиленные карантинные меры на территории области на данный момент сохраняются. Работа санитарных постов на границе будет продолжена с целью недопущения случаев распространения инфекции на территории области. Екатерина Шмидт, Тарас Кожимов, Алтенбек Кабдилов, телеканал АГЖАИК.